Продолжение следует... Здравствуйте. Угадайте, кто это. Кто не слышал нашего анонса, могли бы это сделать. Угадали бы бархатный голос. Да ладно. Не было пока подачи бархатного. Только хотела сказать, прекратили стить сразу гостю, но... Прекратите говорить, а то мне тоже придется. Пока прекратите. Мы вас объявим красиво. Красиво? Да, давай. У меня не получится красиво, но я буду стараться. Григорий Антипенко, собственной персоной, сегодня в студии авторитетного радио проездом из Москвы в Москву. Да? Что? Ну, собственно, ближний свет. Да, просто через Академ вот и к нам еще попал. Да, но мы должны пояснить, собственно, все-таки. Что здесь делают? Да-да-да, зачем в наших краях и так далее. Светлана. Можно я сначала поясню телефон 219-1110? Он прежний. Мы принимаем ваши звонки человеку и актеру, который сегодня присутствует в студии авторитетного радио. Сайт авторитетная радио.ру под видеотрансляцией. Есть возможность оставить свои вопросы. Аня, у вас уже есть вопрос? Вы так смотрите? И группа новостей авторитетного радио ВКонтакте также эти вопросы принимает. А мы-то, собственно, я вот перед эфиром выписала. Гениальная игра, восторг. Цинично, сильно, чувственно, невероятно эмоционально. Это все про вчерашний спектакль. Я бы и не придумала такие... Вот чтобы цинично, причем и невероятно эмоционально, это все в одном отзыве. Это про вчерашний спектакль, Григорий. Зачем вы приехали в Красноярск? Не здорово, значит, все удалось. Ну, мы приехали поиграть Медею к вам в город. Есть такая замечательная пьеса Ануэ. Ну и, судя по отзывам, удалось. Первый день прошел хорошо. Посмотрим, как пройдет второй. Ну, зрители Красноярского ждут еще очень много сюрпризов, потому что дядя Ваня будет сегодня вечером, а потом ревнивая к себе самой. И, естественно, спектакль без слов Анна Каренина. Тоже потрясающее зрелище. Надо обязательно на это сходить и приубить. Спектакль без слов? Да, это хореографическая постановка режиссера Анжелики Холиной. Потрясающие вещи. Я работал с этим режиссером. Я знаю, о чем говорю. Поэтому приходите, смотрите. Это шедевр. Мы, к сожалению, отступим от нашей традиции. Обычно мы билеты разыгрываем в эфире, но билетов-то нет никаких уже. Просто все давно продано, роздано и в зале аншлаг. В зале же аншлаг? Ну, конечно, конечно. Но все-таки Лахтанковский театр – это в каком-то смысле бренд, как говорят сейчас. Поэтому, слава богу, что и здесь это тоже бренд. И все уже давно раскуплено, как говорят прокатчики. В общем, все в порядке. Мои знакомые, по-моему, в апреле покупали билеты. Вот прямо серьезно. Принимают тоже хорошо, да? Понимает публика местная вас? Удивительная публика, на самом деле. То есть я очень много езжу по стране, я много вижу и встречаюсь разных зрителей. И по залу точно можно определить, по первому спектаклю, насколько театральный город сам по себе. И вот вчера он нас покорил. Таких городов мало. Вы прекрасные, театральные, замечательные, умные, чуткие. И для вас очень приятно работать. У нашей публики есть одна особенность. Она практически после того, как заканчивается спектакль, вы только начали хлопать, и сразу же зал поднимается. Это не в каждом городе. Вот я тоже езжу по городам и видела, что некоторые сидят и могут три раза на бис вызвать, но при этом не встанут. Наши поднимаются сразу. Я очень все-таки рассчитываю, что они на всех спектаклях поднимаются действительно достойно. Потому что если бы это было касаемо всего абсолютно, то это неинтересно. Да ладно, что вы. Да, поэтому, ну, у нас это случилось, у нас это произошло, и было очень много бурных оваций. Ну, в общем, принимали нас очень здорово. А потом за автографами подбегали? Почти легендарно. Нет, за автографами нет, потому что мы как-то не принято в Ахтанговском театре этого делать. Ну, в общем, в любом случае все хорошо. Мне показалось, что зрителям понравилось, а это самое главное. Ну, давайте уже оставим пока театралов, хотя их много у нас. Но мне кажется, что широкая публика все-таки знает вас. Вы так осуждающие на меня сейчас смотрите, но знаете, по сериалу. И, собственно, наверное, главным образом по одному сериалу «Не родись красивой», где вы играли главного героя, вот того самого сердцееда. А говорят, что вы бросили это дело и больше не хотите играть ни в сериалах, ни на телевидении. Ну, с этим сериалом я точно завязал. Да он и сам, собственно, завязался уже, да? Лет 10 тому назад. Уже давно не вспоминаю про него. Это действительно очень важный пункт в моей жизни. Его нельзя обходить в воспоминаниях. Это точно совершенно. Но я не живу прошлым. У меня есть такая вот черта. Уже вчерашний день мне не интересует. А уж то, что было 10 лет тому назад. Но он вам не испортил, не знаю, как это называется, биографию? То есть он не наложил клише? Как он? Ну, что теперь... Ну, как клише, безусловно, он накладывает. Потому что где бы я ни приходил, все, естественно, говорят. Григорий Антипенко, тот самый прославленный, который играл... Ну, как я, собственно, сейчас сказала. Да, непосредственно в этом замечательном сериале. И это клише, безусловно. От этого не отвертеться и не откреститься. Это уже, видимо, на всю оставшуюся жизнь. Вы внутренне закипаете при этом? Я не то, чтобы... У меня такая самоирония просыпается. Думаю, господи, когда же это все счастье-то закончится? Ну, я понимаю, что, наверное, не закончится. Ну, я очень надеюсь, что меня все-таки будут воспринимать больше как театрального актера, который играет что-то помимо. Ну, просто тех сериалов, которые уже были сыграны. Поэтому я почти сознательно не снимаюсь в кино уже года два. Ну, прежде всего, потому что ничего достойного не предлагают. Мне неинтересно откликаться на те предложения, которые поступают. А в театре, в противовес, очень много интересного. Поэтому, соответственно, выбор за театром, который сам по себе, безусловно, намного интереснее, чем кинематограф. Особенно, если в нем нет каких-то серьезных величин в качестве режиссеров. Ну, партнеры, слава богу, есть еще. У нас актеров много хороших. Режиссеров не хватает, сценариев не хватает. Идеи не хватает, продюсеров профессиональных не хватает. Но пока еще не доросли. Все еще как бы вот в процессе развития. Я надеюсь, что на моем веку еще появится то самое, где мне захочется посниматься. Чтобы закрыть тему сериалов, в группе ВКонтакте нам задала вопрос вам. Вопрос Вера. В этом году будет 10 лет, как зритель увидел сериалы «Талисман любви» и «Не родись красивой». С них началась известность Григория. Что он считает своим главным достижением за эти годы, а что поражением? Поражений не было. Я абсолютно герой. У меня нет поражений. Даже если у меня бывают какие-то моменты надлома, подлома, я как птица-феникс возрождаюсь и иду дальше. А есть какой-то секрет? А то вот некоторые-то не возрождаются, а уходят в депрессию. Это просто работа. Это просто работоспособность и желание работать. Моя работа эквивалентна жизни. Мне она нравится, я без нее жить не могу. Если бы мог обходиться, может быть, тоже куда-нибудь отошел уже в сторонку. Я трудоголик такой, тотальный трудоголик. Мне плохо без работы. Мне обычно достаточно трех дней, чтобы восстановиться, где-нибудь отдохнуть. И опять хочется работать. А сколько вы спите? Сплю я много. Я вам честно скажу. Так, трудоголик, который спит много. Ну, как у меня спектакль, допустим, заканчивается где-нибудь часов в десять. Ну, где-нибудь к часу ночи я уже ложусь спать. Такие подробности свои интимные сообщения. Да, давайте. А потом просыпаюсь, ну, вот ровно столько, во сколько мне необходимо. Там в одиннадцать могу проснуться, если я... Ну, просто работа у меня вечерняя. Поэтому сейчас у меня раннее-раннее утро, и я еще сплю. А вот сегодня вы проснулись в Красноярске, собственно, да, ведь? Я проснулся в Красноярске, но у меня сон еще по Москве. Ага. Про главное достижение нам не ответили. А я слежу, у меня записано. А, достижение? Ну, послушайте, у меня совершенно гениальные вышли спектакли. Гениальные по названиям, я надеюсь, соответствовать этим названиям и этой драматургии высокой. Я за это время успел сыграть Езона в этой легендарной постановке «Медея», которая уже идет несколько лет с большими аншлагами у нас в театре, который мы привезли к вам. Это трагическая роль, да? Да. Я сыграл Отелло и играю, продолжаю играть на сцене Вактанковского театра. В этом сезоне я выпустил «Серано» на «Малой бронной», играю Беню Крика в пьесе «Бабеля закат», немножко интерпретированный моим художественным руководителем Овчинниковым. И что я еще играю? Ну, то есть комедия... «Воина качеля» с Танюшкой Огольц. Это мой любимейший спектакль, который вот уже сколько, почти 200 спектаклей мы сыграли за два с небольшим сезона. Комедия – это не ваша? Ну, вот «Воина качеля» можно, так сказать, отнести, но почти, хотя это трагикомедия, конечно, это не чистая комедия, это достаточно серьезный спектакль, но нам удалось сделать из нее трагикомедию, хотя это, конечно, драма. А достижения можно уточнить? Вот привязалась на... Ну, знаете, у меня, слушатели спрашивают, я должна танцевать. Для меня достижения – это вот моя работа, которая приносит мне удовольствие. Я не знаю, что еще можно считать достижением. Не знаю, там, в хобби достижения. Знаете что, вот мы сейчас... Язык. Мы хотели со Светланой еще за эфиром спросить у вас. Вот вы весь такой нордический, вот мы на вас смотрим, да? Я думала, когда мы ждали вас, мне казалось, вы другой немного. Ну, вот не знаю, я видела вас на экране, мне казалось, вы такой фееричный и... Я разноплановый, я вам сейчас скажу. Я быстро переключаюсь на какие-то роли, которые играю. И если там необходимо феерить и фонтанировать, я этим занимаюсь. Вот сейчас улыбается, хорошо, так как я не вижу. Если необходимо что-то другое, то, ну, соответственно, делаю те качества, которые необходимы для образа. Ну, а чем живете вы еще, кроме вот театра, кроме кино? Я знаю, на что вы меня выводите. Ну, да, да, я намекаю. Потому что все хотят узнать о моем увлечении альпинизмом. Конечно, мы живем... Уже в Красноярске, у нас есть столбы. Я не... Каждый второй столбист. Я не считаю, как бы, скажем так, эту зону, где можно серьезно воспринимать мои достижения. Потому что я не спортсмен. И тем не менее, покорили вы уже что? Ну, у меня три семитысячника за плечами есть, безусловно, в моем активе. Есть горы пониже. Но для меня эта философия в любом случае... И вот это отношение, оно, безусловно, превалирует. То есть, ни отнюдь, ни от достижения, и вот те самые семитысячники. Это все история моей жизни. Это история познания себя, история познания мира. История попытки разгадать смысл существования человека. Вообще, зачем мы здесь, и зачем я непосредственно персонально здесь и перед вами. Поэтому это такая бесконечная история. Не знаю уж, чем она закончится. Но она длится уже лет 15, это точно. У вас были такие случаи, когда очень рисковали в жизни? Ну, это всегда сопряжено с риском. Другое дело, что, конечно же, я человек... Я человек верующий. И не искушая для меня это не пустые слова. Если я чувствую, что не нужно этого делать, не нужно переходить черту, ну, только ради того, чтобы пастись своему самолюбию и там, ну, какому-то тщеславию, так я просто отойду и поднимусь на гору в следующем году, скажем так. А это правда, что вы в одиночестве поднимаетесь на гору? Ну, это было бы нечестно говорить, потому что те горы, куда я хожу, там все-таки люди ходят. Семитысячники — это достаточно популярные горы. Но хожу я один без связки. Вот сегодня, в этом году я буквально неделю-две тому назад сводил своего сына, 15-летнего. Первый раз в его жизни. Мы зашли на 4400. Альпинисты понимают, что это такое. Ну, вот, ну, под Эльбрус, условно говоря, на вершину не пошли, ему слишком рано. Вот, вот, может быть, воспитаю себе напарника. Что он сказал в итоге, когда вы спустились? Сын в восторге, он вообще не ожидал от себя таких подвигов и таких ощущений испытать. Звонят нам. Звонят, откройте дверь. Здравствуйте, представляйтесь или не представляйтесь? Ну, тогда уже, наверное, представляйтесь в другой части программы. Нам нужно сейчас прерваться на... Уже? Да, уже на рекламу. И мы должны узнать, что там на дорогах, потому что Григорий Антипенко стремительно несется потом на встречу со зрителями и слушателями. И должен преодолеть все наши пробки. Без обеда. Зато в курсе. И мы возвращаемся к обсуждению программы «Без обеда» и продолжим беседу с актером театра Вахтангова Григорием Антипенко. Григорий Антипенко. Телефон рекламной службы авторитетного радио из Красноярска 200-102-8. Авторитетное радио из Красноярска. Авторитетное радио. Приносит пользу. Работает. Без обеда. Продолжаем болтать. В программе «Без обеда» в студии Светлана Шинейко. Наталья Рафламеева и Григорий Антипенко, обещанный Аней диджеем, актер театра и кино. И мы продолжаем его пытать на тему театра. Да, но не забываем напоминать. Телефон. Конечно, 219, 11, 10. Тот же самый. Да не меняется он. Вот он звонит. Алло, здравствуйте. Представляйтесь. Здравствуйте, девушка. Я безумно не понимаю, что у вас прямой эфир. У меня такая проблема. Могу я обратиться с просьбой к вам? Давайте мы вас за эфиром выведем, и вы обратитесь к нам с просьбой. Спасибо, что вы звоните. Попробуем решить, конечно же, да. Вот сейчас с вами поговорят. Григорий, вот на вас обрушилось сейчас во время дорожной службы. Красраб, Майорчика. Такой короткий экскурс в жизнь Красноярска. Вы вообще что о Красноярске знаете, кроме названия улиц, которые вы сейчас... Перенсона, наши прекрасные... Вот я знаю Академгородок. Ну, узнали буквально сегодня, да? Да, прекрасно. Завезли туда на набережную, показали высокий берег Енисея. Это потрясающее зрелище. Это стоило увидеть. Вот, наверное, все, что я знаю. А так, знаю гостиницу, в которой живу. Не буду говорить, как... Не будем рекламировать. Вид из окна вас устраивает? Нормально там все? Ой, у меня я проснулся сегодня от зоны колоколов. Это было потрясающе. Ну, уже прикинули, что за гостиница сразу же. Я не прикинула, но это первый визит в Красноярск. Да, первый. Я вполне себе в восторге от этого города. Уже и дали с этим пойти первую. Но до эфира мы узнали, что вы, в принципе, в восторге от красноярцев, с которыми вы знакомы были еще до визита. Вот в горах, наверное, встречались с ними. Я просто довольно часто и много слышал о красноярцах еще давно-давно, когда только начинал свою альпинистскую деятельность. И что они? Да, ну, это крепкие парни. Это точно, совершенно. Это крепкие парни, надежные альпинисты и друзья. Ну, у меня нет непосредственно друзей, но, во всяком случае, я точно с ними встречался не один раз и не на одной горе. Поэтому я про красноярцев знаю хорошо. Просто вот мы, например, можем, правда же, световизуально, выделить как-то москвичей. Ну, вот вы, ладно, как-то, может быть, я бы не определила. Говора у вас нет такого характерного. А мы его слышим, на самом деле. А вы, да, да. А вы можете выделить как-то? Сибиряков? Сибиряков, да. Они чем-то отличаются? Там, в горах, например. Ну, то, что они действительно какие-то очень такие непростые, ну, во всяком случае, двужильные, это есть вот такой момент определенно от предков достался. И как-то можно отличить. Это так чисто внешне, но мы все славяне, поэтому, слава богу, таких ярких отличий нет. Вот, кстати, про отличия. Можно я вопрос еще в ВКонтакте? Вера спрашивает. Актер играет разного Езона от спектакля к спектаклю. А что для него главное в этой роли? Все-таки к театру вернемся чуток. Что главное? Господи. Какая актерская задача? На самом деле. Нет никаких особых задач. Задачи были, когда я репетировал. Сейчас это все в любом случае, ну, почти на уровне рефлекции. Я просто захожу в эту зону этой роли, этого образа, и дальше уже немножечко не отдаю себя отчет, что делаю. Поэтому нет каких-то серьезных задач. Мне там внутри комфортно, а идет всегда по-новому, потому что Юля по-разному играет, и залы разные, и настроение разное, и задачи каждый раз могут быть разные, потому что настроение у меня может быть разное, и какие-то внутренние проблемы, или какие-то там... А Езон это вы или нет? Нет, конечно, я не Езон. Я Григорий Антипенко. А вообще роль, если вы находите пересечение с собой, роль проще дается или сложнее? Глупый вопрос, да, я знаю, но мне интересно. Не введи любого глупого, нормально. Копать приходится всегда в себе, как это ни странно. В любом случае в себе. Есть, может быть, категории актеров, которые абсолютно выстраивают как бы извне. Там, ну, пытаются, так сказать, вырасти ее на пустом поле. Я отношусь к тем актерам, которые копаются в себе и что-то находят в себе. Вот как-то вот мне так удается. Ну, не знаю, может быть, там просто богатая природа. Интересно, что при этом учились-то вы вначале, вот я вижу в вашей биографии, тут читаю, а аптекарь-фармацевт, собственно. Вы не сразу поняли, что вы актером будете? Ну, я не буду сейчас пересказывать, что свою биографию, она огромная и многогранная. Вот интересно, вот этот фактик интересный. А аптекарь, собственно, это был переход, это был переходный момент. Я мечтал быть биологом и поступить на биофак МГУ. И 8 лет до того я занимался биологией очень серьезно в кружке. То есть все свое детство я провел на биологическом кружке. И поэтому вот этот случайный и сумасшедший поворот в моей жизни даже я не мог предвидеть и предсказать. Что произошло? Ничего, просто в какой-то момент я понял, что я не биолог. Вот и все. То есть это прям был какой-то щелчок или подошел человек и сказал, слушайте, Григорий, сколько вам лет было тогда? Нет, нет, все, значит, проще. Я пошел, не случайно зашел в эту аптекарскую историю. Она очень наглядно показала, что я не аналитик. То есть вот не застольный аналитик. Я аналитик по жизни. То есть я наблюдаю за людьми, анализирую и делаю какие-то свои выводы и прочие вещи. Я скорее психолог. Вот все, что осталось в биологии. Ну и, безусловно, знание того, что я приобрел вот за эти 8 лет. Но то, что я точно не смогу заниматься какой-то вот аналитической работой за столом, что, собственно, и составляет 80% любого, ну, любой деятельности биолога, профессионального. Этого я выяснил как раз в фармучилище. Интересно, что вы производите впечатление такого интроверта, человека, который действительно мог бы, ну, извините, производите такое впечатление. Я абсолютно интровер. Мог бы сидеть и с колбочками ковыряться где-то, а вот профессия актерская, она ведь наоборот предполагает, как это называется? Ковыряться наружу. Да-да-да, выворачиваться наизнанку, прямо вот прилюдно. Как так? Заходите на спектак, увидите. Вот так. А вождение, это вы считаете, вот профессионалом в той области вы себя не считаете? Как водитель вы профессионал или нет? Я думаю, да, потому что, во-первых, я люблю машину. У меня потрясающая машина, не буду говорить, какая. А что, скажите? Да ладно, похвастайтесь. Ну, Крузер 200. Это очень хорошая машина, и для меня это не просто средство передвижения. Для меня это самое... Ну, я не буду сейчас говорить, сейчас раскрою все тайны. Нет, ну вы... Ну, в общем, это определенно домик, который, ну вот, мне помогает в жизни. То есть это то место, где я могу быть самим собой и в любое время дня и ночи, условно говоря. А как вы ведете себя за рулем? То есть вы гоняете и так самовыражаетесь? Или, я не знаю, или вы это единение с машиной чувствуете, и это вам по душе? Единение с машиной, безусловно, потому что это живое существо. У меня вообще все живое вокруг, поэтому мне с ней хорошо, с этой машиной. И со всеми теми, которые были до того. Вот. Ну, вот это может быть просто зона одиночества и зона, как бы... Ну, трудно сказать, что это такое. Ну, в общем, это очень важная история, поэтому это не просто средство. И именно поэтому я, наверное, неплохой водитель. То есть вы не из тех, кто там, эй, куда прешь там, и вот таким образом. Я похож на хама, ну скажи. Нет, ну подождите. Мы все в какие-то моменты не похожи, да? А вот когда за рулем так вот иногда хочется... Нет, вы плохие психологи. Вы определили мою хамскую природу, если бы. Нет, а что вы делаете? Ну вот хамы же встречаются на дороге. Что вы в этой ситуации? Как поступаете? Я такой растерянный человек по жизни, что я не успеваю отреагировать, как правило. И они проезжают мимо. Ну, то есть они свой столб там... Я не отвечаю, как правило. Ну, у меня просто не хватает на это энергии реакции, если честно. Я немножечко заторможенный человек, если вы заметили. Вот поэтому они успевают сказать 10 слов, а я успеваю только подумать, а, как это было сейчас в мою сторону. Надо было на меня ответить. Но человек уже уехал, и все, слава богу, разрешено. А что за музыка играет у вас в машине? Вы радио вообще слушаете? Радио слушаю разное, всякое. Но предпочитаю диски, все-таки той музыки, которую люблю. А люблю я разнообразную музыку. От Высоцкого, которая спасает меня во всех ситуациях сложных в жизни. Потому что это великая поэзия, и это можно слушать бесконечно. Классическую музыку джаз. Русский рок. Русский рок наше радио периодически слушаю. Но я на этом воспитан, поэтому это моя музыка. И Би-2, и Земфира, и это я все люблю. А сын ваш слушает то же самое сейчас? Вот ему 15 лет. Мы пока готовимся. Он многогранен. Поэтому слушает всю хорошую музыку. И его тоже заносят периодически в какие-то интересные края. Вдруг какой-то тяжелый рок, вдруг неожиданный. Еще там что-то такое доисторическое, чего я слушал в своем детстве. И современное. Ну, в общем, он достаточно любопытный человек. Чтобы просто Аня подготовилась, да? Все-таки Би-2, Земфира, Сплин. Что мы послушаем в конце программы? У нас же передайте привет и, так сказать, вот... Ну, на радио... Красноярск. Подождите, ну давайте Красноярск. Что-то вроде того. Ну, я передаю привет Казароевску. Подождите, коллегам-альпинистам. У нас тут, знаете, через того... Альпинистам. Да. Ну, я вообще всем хорошим, добрым людям передаю привет. И даже тем, кто не очень хороший, тоже передают привет. Может, они после этого станут лучше. Поэтому всем большой привет. Удачи во всем. Не отчаиваться. Ну, а в завершении я бы тоже вместе с вами с удовольствием послушал за эфиру. Здорово. У нас в гостях сегодня был Григорий Антипенко, актер театра Вахтангова. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. И... А завтра мы будем определяться с высшим образованием. Но это уже будет завтра. Пока слушайте авторитетное радио. Не забывайте без обеда. Зато в курсе. Гура. Аня, Аня, где же она? Я не успеваю. Она меня почти разбудила. Григорий, можно вас все-таки попросить... Без обеда. Без обеда. Без обеда. Без обеда. Без обеда. Полезный проект авторитетного радио. Газовых горелок больше нет, Нули своё забирают. Обо мне узнаешь из газет, Учти, они привирают. Главное, что я ещё чую. Главное, что я ещё помню. Жаль, что я совсем не рисую. Мне бы хотелось Рисовать твои руки, Читать твои мысли, Не думать о звуках, Не помнить о числах. Рассказать тебе сон, Не смешных и не очень, Слишком долго сегодня, Завтра будет короче. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Может через пару тысяч лет Ты увидишь след моих комет